Я собирала очень много материалов, здесь вот буду вам читать, много удивительных вещей. И у меня есть уже плоды этого моего альманаха. Плоды, я имею в виду, что совершенно другие люди, неведомые мне, прочитали альманах, увидели, какой здесь материал богатый и написали свои книги. Самая замечательная книга написал профессор Бачинин, который по-профессорски точно обозвал, озвучил то, что я вам говорю, что двумя потоками пришло христианство. А он сказал такие слова «евангелизм» и «византизм». Очень ясно, очень кратко и очень понятно. И всё время, во всю историю, вот мы с вами, собственно, посвятим наше время изучению евангелизма в России. Потому что византизм, он так более известен, это официальная церковь, которая пришла из Византии. А как она была пересажена у нас и какие последствия этого, пишет Дмитрий Поспиловский. Это прекраснейшее, это пособие, православная церковь в истории России, России, СССР, учебное пособие. Это библейско-болгословский институт святого апостола Андрея, это православный, который пишет замечательно и объективно, и баланс соблюдая. Кто у вас будет брать реферат по стяжателям, не стяжателям, по расколу, вот эти по московско-новгородскому движению, можно будет ещё вот этим пособием пользоваться. Я вам прочитаю, что пишет этот Поспиловский о том, как Россия приняла от Византии христианство. Почему богатейшая культура Византии не посеяла семян достаточно глубоко в русскую почву, чтобы они могли пережить все невзгоды и дать долгосрочные всходы, не уступая средневековому развитию Западной Европы? Там приняли от Рима, здесь приняли от Византии. Почему Русь не могла встать вровень с Византией, как наследствие встанет Западная Европа? Вы поняли вопрос? Почему Запад и Запад, Восток и Севасток? Почему римская культура вошла в христианизированные страны? Почему греческая культура не вошла в христианизированную Русь? Вы поняли вопрос? Так вот, есть такая гипотеза, что тот пакет культуры, мыслей, знаний, который получила Русь готовым во всём колоссальном объёме, оказался ей не по зубам. Культура Рима стояла на гораздо более низкой ступени. чем в Византии. Поняли? Рим после Греции, культура его развивалась, и больше того, не после Греции, а от Греции взята была. Рим систематизировал то, что греки творчески изобрели. Поэтому более высокая культура в Византии была. Ещё. Потом тоже относится к богословию. Все великие отцы церкви, по патристики вы знаете, это был Восток. Вы помните соборы, Вселенские соборы? Там они состояли всё сплошь из восточных представителей. Ну, например, там 300, если участников собора, там человек восемь будет с запада. То есть, эта вся мысль богословская развивалась на Востоке. И теперь, знаете, послушайте, какое интересное рассуждение. Поэтому на Западе развитие было более гармоничным и постепенным, а Русь единым махом получила доступ к сложнейшей византийской государственно-административной системе, в детально разработанной юридической структуре, системам социальной защиты, общественного обеспечения, сложной структуре образования, системам мышления, философии, богословия. Всё это свалилось, как гром среди ясного неба, на детскую голову Русичи. Это было, как если бы отправить семилетнего ребёнка не в первый класс школы, а сразу в университет. Этот пакет застрял в горле Руси на многие столетия. Он очаровывал и зачаровывал, но не осмыслялся. Отсюда наши обрядоверия. Все обряды, каждое йод и богослужение, полученное греков, воспринималось как абсолютно нерушимая догма. Отсюда характерная статичность нашего православия. Отсюда раскол 17 века. Отсюда длящаяся по сей день подозрительность ко всякому новшеству в православии вообще, но особенно в русской разновидности. Даже когда это новшество является, в самом деле, возвращением к святоотческому учению. Что делают евангельские направления? Связь с первохристианством. Здесь воспринимается с подозрительностью, даже к возвращению к своим же корням. Вы поняли эту глубокую мысль? Что этот огромный пакет знаний, пониманий, не было возможности, не было условий это принять. Ну и сейчас вам скажу загадку для меня самой. Я считаю, что это великое дело, что Русь получила возможность читать Евангелие. Кто-то получил возможность, кто хотел. Сейчас расскажу вам. Была ли возможность читать на русском языке, на славянском языке? Была. Я нашла книжечку, сколько стоило Евангелие. Вот тогда, когда переписывались во времена Владимира, Ярослава, еще в Киевской Руси. Можно было купить. Она стоила цену одной коровы. Дорого, но, вы понимаете, доступно. Несколько коров имело крестьянское хозяйство. И у нас в музее хранится Евангелие, например, Астромир его Евангелие. Астромир – не духовное лицо, это какой-то купец новгородский. Астромир. Он для себя лично заказал Евангелие, украсил его драгоценными камнями, переписчиков нанял. Это его личное, не богослужебное, не церковное, понимаете как? То есть, есть такой прецедент. Вот оно, в музее лежит, Евангелие, которое принадлежало частному человеку. То есть, при желании можно было это получить. Но потом началась у нас Киевская Русь с тремя великими князьями, которые очень много сделали для распространения христианства и поднятия Киев на высокую ступень. Киевская Русь является чудом, является чудом совершенным для всех историков. Я помню, когда в университете еще училась, то те, кто преподавали нам историю Древней Руси, они нам потихонечку временно сталинские были, когда мы всеми на светлое будущее впереди смотрели. Они говорили, светлое будущее у нас не впереди, а позади. То есть, это не будущее, а это наше прошлое. Потому что Киевская Русь – это было чудо. Это было вровень с европейскими государствами. Это было высокообразованное культурное княжество с огромными усилиями правителей научить грамоте создать народ. Вы понимаете ли, ведь эта Русь составляла собой родоплеменное такое сообщество. Это не было государство. И только принятие христианства сделало это государством. И знаете что? Детей отнимали у родителей и брали в школы учить. Матери вопили, плакали, дитя отнимают. Но вы понимаете, таким образом разрушалась родоплеменная структура и образовывалась государственная. Они становились членами государства, а не этой семьи. И ей ждало, что они продолжат труд своего отца на земле. А здесь разрушалась эта родоплеменная структура. В школах учили по псалтирю. Азбука русская представляет собой не то молитву, не то исповедь. Ну, какие буквы вы знаете алфавита? Аза, буки, веди, глаголь, добро, жизнь, есть. А теперь, понимаете, это же предложение. Аз, я, буквы, знаю. Аз, буки, веди. Да? И вот, и что вот этот глагол, он является добром и жизнью. Словам Иисус жизнь, Иисус сказал. И там воспринималось это на учение. Представляете, то есть азбука представляла собой вот такое исповедание такое. Я восхищена совершенно вот этими первыми веками нашего христианства. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminari.com Ну, само по себе, как христианство было принято. Вы знаете, очень коротко сказано здесь. У Санникова, я не буду больше возвращаться к самому крещению. Значит, первой христианкой в Киевской Руси стала княгина Ольга. Ну, вы знаете княгину Ольгу, жену князя Игоря. Вот. Она была простой русской женщиной, но обладала государственной мудростью и нравственной чистотой. Она рано отошла от идола поклонства, и она самостоятельно одна приняла крещение в храме Святой Софии в Византии. Она старалась веру передать своему сыну святополку, но он был совершенным язычником, безбожником. Зато эти семена веры воспринял князь Владимир, хотя он был вторым Соломоном в части женолюбия. Но, понимаете ли, он часто и покаяние переживал, и сознавал, что это жизнь неправильная у него. Поэтому его беспокоил вопрос христианства. Он понимал, что для страны, для государства нужна единая скрепляющая религия. И он искал, и вопрошал, слушая иудеев, мусульман, и склонялся он к византийскому образцу. Не потому, что там это более истинно. Это очень интересно. Почему он выбрал православие? Он выбрал православие за красоту. Визуально. Визуально. Его гонцы доложили ему. Ну, князь, мы не знали, были ли мы на небе или на земле. Хоры поют, золото кругом, свечи горят, небесные звуки, небесные лики. И мы не знали, где мы были. Ну, за красоту. Вот. И там пребывает Бог с людьми. Ну, так что вот, тем не менее, в Херсоне он крестился. И все были такие хитрые моменты. Он хотел взять в жены, у него своя жена уже умерла, сестру византийских императоров, царевну Анну. И они обещали, но не исполнили обещания. Тогда Владимир силой взял Херсон и сказал, разрушу его дотла, если не дадите мне сестру. Они сказали, ну ладно, дадим сестру, но ты крестись. И он в этом же Херсоне крестился. То есть, видите, такая вот драматическая завязка. Но потом пишет вот Санников, и я прочитаю это, потому что я очень согласная. После крещения, да, крестилась сила. Он сказал, кто не придет креститься, тот мне враг. Но после крещения он сильно изменился. Он был пийца и бийца. Он начал вести целомудренную семейную жизнь. Обычные пири превратились у него в благотворительность. После пиров под воду и по всему городу ездили. А кто еще от князя не получил угощения? А кто больной дома оставался? А кто не смог прийти накормить весь город? Сердца современника были потрясены сказочной щедростью простому народу. Он даже перестал казнить преступников. Отменил смертную казнь тоже из такого страха, что а я-то кто? Понимаете ли? Поэтому и принятие христианства из Византии означало для Руси вступление в сообщество восточно-христианских государств. И осознанию славянского единства. Большое значение имело. Вот это свидетельство об изменении жизни князя. Об этом говорят все летописи. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова